Привет! На связи Собиратор. Уже много лет мы что-то собираем. И вы, наверное, думаете, что это вторсырье. Но на самом деле нет. Уже много лет мы занимаемся развитием экологического сообщества в России и собираем именно его. Мы организовываем мероприятия для экоактивистов, мы рассказываем им, как жить экологично, и самое главное, даем эту возможность в наших экоцентрах. И знаете, что мы часто слышим? Что людей, живущих экологично, мало. Что они ощущают себя, как капля в море. И иногда даже немножечко одиноко. Поэтому сегодня мы находимся на форуме Союза эковолонтерских организаций, эко-сообщества. Этот форум проводится ежегодно. Он делается для экоактивистов, лидеров, эко-проектов с разных регионов России. Они сегодня сюда съехались, и мы посмотрим, что здесь будет происходить. Как выглядят эти люди? Чем они занимаются? Почему они занимаются именно этими эко-проектами? И не бросают это дело, продолжая развивать его из года в год? Рома, привет! Представься, пожалуйста, и из какой ты организации расскажи. Привет! Я Роман Михайлов. Я представляю Байкал. Я представляю Байкал. И я из двух организаций. Одна – это Большая Байкальская тропа. Ей я занимаюсь 10 лет. А другая организация – это проект «Вторник». Сбор, распределение текстиля, помощь гуманитарная вещевая и благотворительные магазины. Почему ты выбрал именно эти направления для движения в экологическом сообществе? Я попал через друзей. Никогда не был связан с экологией вообще. Ни моя родня, ни знакомые, никакой. Ничего зеленого в окружении, в моем. Через друзей попал в Большую Байкальскую тропу, в походы, в движуху, в проекты со смыслом, в путешествия со смыслом, в созидательную деятельность, в новые горизонты, в новые связи. Короче, через друзей меня это затянуло. Я понял, это мое, мне это нравится. Я там находил себя, я там находил самореализацию. Я общался с множеством людей, мне все это заходило, и через так я попал, пропитался этими ценностями, сам стал носителем этих ценностей, начал их распространять налево и направо по мере своих сил. Скажи, пожалуйста, в чем ты видишь проблему, есть ли она, в чем препятствие развитию экологической культуры в нашей стране? Понравилась мне лекция недавно, что, во-первых, нет договоренности четко, что это такое экологическая культура, как ее посчитать, измерить множество людей, структуры, им нужны цифры, им нужна конкретная фактура, что это, чего мы именно предлагаем, почему это не развито, как это доказать, что экологическая культура не развита. Только мы с вами знаем, что если люди мусорят, рубят деревья и, значит, браконьерят, это свидетельствует о том, что низкая экологическая культура. Но тут же еще может кто-то сказать, а что с экономикой? Может, они этим занимаются, потому что у них банально денег нет на существование? Сложный это вопрос, непросто его решить, пока он у нас на уровне наших ощущений. На нас, тех, кто в теме, тех, кто в экоповестке, занимаются экопросвещением, экопроектами, решением проблем сохранения окружающей среды, только мы и рупор. Только мы можем что-то видеть, вещать, поднимать вопросы и тянуть на себе вот эту лямку экопросвещения так, как мы это видим. По мере наших сил, каждый в своей теме. Вот сколько нас не есть экологистов, экопроектов, мы каждый про свои вещаем. Кто-то через раздельный сбор, кто-то через посадку леса, экоуроки, большая Байкальская тропа через строительство троп, вторник через ответственное потребление. Движение идет, это радует. Конечно, хочется больше, этого не будет хватать для нашей большой страны. Все равно у нас 140-150 миллионов, это очень много. Природы у нас очень много. Так что нам нужно наращивать экопросвещение, объединять усилия, искать новые форматы. Живем в потрясающее время, где технологии дают решение вообще. В течение одной жизни можно наблюдать расцвет-закат, расцвет-закат технологий. Кто вспомнит CD-диски? А я помню. А кто вспомнит дискеты? Я помню, дискеты были такие, потом такие, сейчас их нет. MP3-плееры и так далее. Сейчас появилась нейросеть. А представьте, время мы доживем, когда нейросеть устареет. Что там будет? Нам нужно жить в тренде, во времени, здесь и сейчас, используя опыт прошлого, глядя в будущее, конструируя свое будущее, ту картинку, куда мы хотим прийти. Своим образом будущего мы будем привлекать, вовлекать к себе людей, тем самым облегчая нам работу по экологическому просвещению людей. Что тебе облегчает твою работу, что тебя двигает, в общем-то, развивать ту зону, которую ты развиваешь? Две вещи – это смыслы и люди. Смыслы – это то, без чего вообще человек не может жить. Если я нахожу в деятельности свои смыслы, это моя батарейка. Даже если приходится волонтерить, или если приходится работать в неурочное, в нерабочее время до 12 ночи, и читать вебинары для Москвы, потому что у нас плюс 5 часов разница с Москвой. Есть для меня смысл продвигать мою тему, рассказывать, просвещать, развиваться в чем-то, улучшать свою экспертность, прокачивать свою экспертность, развивать свой социальный капитал, то есть нетворкинг, то есть количество людей, которых я знаю, которые знают меня. И общение с людьми – это драйв, это эмоции, это энергия. Вот на таких мероприятиях мы заряжаем нашу батарейку на много месяцев вперед, и год из года участвуя, ты просто остаешься на волне. Это очень важно, когда время непростое, когда в экономике там чего-то там, когда, значит, могу с работы уволить, или подружка может бросить, или наоборот. Энергия двигает нас вперед, позволяет нам себя развивать, двигать вперед, и наше окружение, наш край, нашу страну, нашу планету. Спасибо большое. Как только они называют экоактивистов. И экологами, и экологистами, и экоэнтузиастами, и инвероменталистами. Названий очень много. Поэтому давайте немножечко разберемся, в чем разница между ними и кто, чем вообще занимается. Кто такой эколог? Эколог – это человек, который имеет профильное образование. И оно ему действительно очень нужно, чтобы работать с юридическими вопросами, экологической документацией, чтобы работать на сложном, специальном, дорогом оборудовании или в лабораториях. Чтобы заниматься экоактивизмом, вам не нужно профильное образование. Вы можете собирать крышечки на переработку, вы можете организовывать лекции на экологическую тему, или проводить эко-мастер-классы для детей. Для этого вам достаточно просто перенимать лучшие практики и проводить такие мероприятия. Иногда мы слышим, что людям не нравится, когда их называют экоактивистами. Правда, такое случается, они чувствуют в этом какую-то негативную коннотацию, как будто бы активизм тебя к чему-то заранее обязывает. При этом стоит сказать очень важный момент, что если вы просто сортируете дома отходы, стараетесь образовывать их меньше, экономите ресурсы, заботитесь о своем здоровье на бытовом уровне и об окружающей среде, то это еще не активизм. Это как базовая гигиена. Это базовая гигиена, как умываться по утрам. Но если вы волонтерите, занимаетесь экопросвещением, запускаете свои собственные экопроекты, то это уже и эколидерство, и экоактивизм, и вообще самая прекрасная работа в мире. Лера, привет! Привет! Ты уже много лет занимаешься экологическим просвещением в Собиратове, отвечаешь за это направление. Скажи, какие ты видела экопроекты, какими темами они снимаются, чем они вообще между собой отличаются? Действительно, экологические проекты могут быть самые разнообразные, да? Каждому найдется что-то по душе. Есть проекты, которые тематически занимаются циркулярной экономикой, обработкой отходов, раздельным сбором отходов. Это, например, Собиратов как раз. Есть проекты, которые занимаются климатическим направлением, чистотой воздуха. Есть проекты, которые занимаются биоразнообразием, спасают животных. Есть проекты, которые спасают какие-то конкретные природные территории, водоемы, например, или определенные заповедники. То есть здесь абсолютное такое многообразие по тематикам, и все это объединяется большой шапкой экологические проекты. Все эти проекты могут по-разному существовать. Они могут существовать вообще на волонтерских началах, без денег абсолютно. Могут существовать на пожертвования своих сторонников. Это достаточно такой распространенный кейс именно экологических сообществ, когда мы собираем вокруг себя людей, которые будут ценить нас и поддерживать нас. И есть проекты, которые работают по такому смешанному типу, по принципу социального предпринимательства, когда можно оказывать некоторые определенные услуги, общественно полезные. Ты также предприниматель, но твоя услуга, твой продукт – это общественное благо. Это действительно один из самых устойчивых способов существования различных типов экологических проектов. Ты сказала, что можно продавать свои услуги. Услуги, товары. Как быть социальным, некоммерческим, а как продавать свои услуги, товары? Нет здесь какого-то конфликта. Если мы реализуем свою деятельность по принципу социального предпринимательства, никакого конфликта здесь нет. Мы действительно можем быть коммерческими и бояться этого не стоит. Это наоборот очень прогрессивная такая история для запуска своего проекта, когда ты можешь сам себя окупать. Поэтому противоречий здесь нет. Государство нам это разрешает. Говорит, что социальное предпринимательство – это очень ценная форма существования социального предпринимателя. Полина, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какие проблемы с экологическим просвещением в России? То, что люди не верят в то, что реально можно что-то сделать в торсу. То, что его можно переработать. Это самая большая проблема – то, что люди не видят наглядно, что происходит. То есть, да, на пакетах пишут, что они сделаны из вторичного сырья, но люди не видят, как это происходит. То есть, это большая самая проблема, самая основная, я считаю. Вот. И вторая проблема – то, что у нас, на самом деле, очень много пластиков, и люди не понимают, чем они отвечают в друг от пушеки. Очень много фракций, нет понимания, почему нельзя все убедить. Почему нужно рассортировать, почему нужно отправлять по разным фракциям на переработку. Мне кажется, это две основные проблемы. И скажи про себя лично, почему ты в этой сфере, что тебя в ней держит, что тебя заряжает? Меня беспокоит загрязнение окружающей среды. Если честно, меня это реально очень сильно беспокоит, и хочется как-то внести свою лепту для того, чтобы помочь нашей земле не погрязнуть мусор. И он чуть-чуть остынет, и потом может быть. Ага, да, горячий. Даша, представься, пожалуйста, какой проект ты представляешь, откуда ты? Я Даша Карманова, я из города Ростова-на-Дону. Я представляю Центр содействия экологическим инициативам «Экомост». Это организация с 20-летней историей, которую мы с командой единомышленниц три года назад переняли у основателей, скажем так. Чем занимаетесь, какая направленность вашей организации? Ну, если честно, вопрос про направленность, он такой, как это сказать, волнующий, потому что мы широко направлены. И мы занимаемся и проектами по популяризации раздельного сбора, переработки отходов. Есть проекты по уборкам на природных территориях, есть посадки, есть экоуроки в школах, есть лектории для взрослых, фестивальные мероприятия для горожан. То есть, как будто бы форматов очень много, но мне кажется, что все это объединяется общей миссией экологического просвещения городского населения. То есть мы, вот ростовчан, наших горожан, горожанок, хотим общий уровень экологической культуры вывести на новый уровень. Как ты думаешь, что препятствует развитию экологической культуры в нашей стране? Какие сложности здесь? Знаешь, вот сейчас, сегодня, кажется, что как будто бы особо ничего не препятствует. Наоборот, очень много способствует. Есть просто несколько отвлекающих факторов. Есть определенная внешнеполитическая обстановка, которая, естественно, ну, скажем так, у патриотично настроенных людей, я считаю, что люди, которые будут вести в будущем, да, экологичный образ жизни, которые будут драйверами экологичного образа жизни, это люди, которые любят место, где они живут, это наши патриоты. Сейчас они отвлечены другими вопросами, это на переднем плане. И, конечно, в целом информационный шум, очень много разных повесток, это просто мешает. И скажи, пожалуйста, что лично тебя поддерживает на плаву, драйвер идти дальше, что для тебя самое важное в твоей деятельности? Видеть результаты своей деятельности, видеть, как растет команда организации, все больше нас, тех, кто готов прям системно включаться. И это разного возраста, в основном девчонки, конечно, но и парни. Видеть, как растет волонтерское окружение. Но самое главное, видеть, как растет уровень той самой культуры экологической более широкого круга. Как втягиваются родители мои, да, старшее поколение, как втягиваются их знакомые друзья. Встречать на наших акциях знакомых, с которыми ты лично эту тему не обсуждал. Вот, и видно, что есть прирост, что от 1% мы идем к 2%, от 2%, к 3%, к 4%, к 5%, к 10%. Ну, в общем, как там нам сам Лен завещал, 5% экологистов. Я думаю, что если мы еще не дошли до этого показателя, то мы очень близко. Говорят, что чтобы в какой-то среде начали происходить изменения, 5% этой среды должны измениться. И у меня для вас хорошие новости. В целом считается, что 5% населения России ведут экологичный образ жизни в тех или иных формах. К примеру, российский экологический оператор говорит, что 32% людей сортируют отходы. Исследовательский центр НИК говорит, что 52% россиян поддерживают разные благотворительные экопроекты. А Листок жизни говорит, что 1,3% обращает внимание на маркировку на упаковке. Действительно, да, вдохновляющие цифры. Но нам они с вами могут показаться немножечко нереалистичными. Это связано с тем, что очень сложно посчитать, какие именно практики люди реализуют в своей жизни. Сколько им нужно экопривычек внедрить, чтобы называть себя экологичным. Посчитать это просто невозможно. Миша, здравствуй. Представься, пожалуйста, и расскажи из какой-то организации нам. Меня зовут Михаил Киченко. Я представляю экологическое движение «Маяк» в городе Сочи. Мы занимаемся четырьмя основными направлениями. Это развитие раздельного сбора отходов в городе Сочи. Это просвещение, природовосстановление и экологизация жизни и бизнеса. Достаточно много направлений. Почему выбрали именно эти? Потому что, как нам кажется, это более актуально для нашего Черноморского побережья. И мы в комплексе подходим к решению экологических проблем. Мы создаем инфраструктуру в городе, экопросвещаем людей. Потому что для нас странно экопросвещать, не имея инфраструктуры. Мы вроде как бы, наоборот, боль какую-то наносим людям. И мы работаем не только с кизницами, мы работаем и с бизнесом, и с мероприятием. Потому что бизнес генерирует только 80% меры выходов и 45% выбросов в СО2. И это тоже важно. И с этим сектором тоже нужно работать. Ну, в том числе Сочи. В нем много проходят различных мероприятий, фестивалей. И это тоже для нас ниша, где мы работаем и хотим сделать более экологичным. Как ты считаешь, какие есть препятствия в развитии экологической культуры в нашей стране? Может быть, не препятствия, а особенности? Ну, это, мне кажется, как раз-таки отсутствие комплексного подхода. То есть, у нас есть тенденция на экопросвещение, но нет инфраструктуры где-то. А где-то есть инфраструктура, но нет просвещения. Где-то делается акцент только на обращение с отходами. Но не делается акцент на выпуск маяков, либо на лесовосстановление климатические какие-то. То есть, вот такая какая-то стигматизация конкретных областей. А должно быть как раз-таки комплексный подход. Одно должно дополнять другое. Тогда, мне кажется, все стремнет, и процесс будет очень быстро развиваться. Спасибо. И скажи, пожалуйста, что заставляет тебя двигаться, что тебя мотивирует в нашем непростом деле? Ну, чтобы замотивироваться, достаточно просто перейти на наше мероприятие. Приходит много людей с горячими глазами, и ты видишь, что это ценно для людей. Люди благодарят, и создаётся вот эта комьюнити, такая своеобразная атмосфера. Как минимум, ради этого стоит это делать. Ну, не считая того, что мы, в принципе, формируем артокультуру в России, и не только, только выявляясь такими драйверами для развития, когда ты осознаешь, что ты делаешь вклад в глобальные изменения, это тоже очень сильный мирович. Фух, форум в самом разгаре, но уже сейчас можно подвести итоги. Вообще, мы в этом году старались сделать его максимально практическим, чтобы люди могли на практике своими руками поразбирать кейсы гринвошинга, поразбираться в разных способах привлечения денег на свои эко-проекты. Были ток-шоу, деловые игры, практикумы. И какие мы уже сейчас можем сказать рекомендации, какие точки роста мы видим для эко-сообщества в 2024 году, это стремиться к устойчивости, выстраивать свои процессы, стараться их сделать системными, это не конкурировать там, где конкуренция неуместна, в целом, как в социальной сфере, потому что наша задача не делить аудиторию, а делать ее больше. Использовать тот опыт, который уже есть на рынке, добавляя в него что-то свое новое, креативное и сотрудничая с другими проектами. И последнее, что мы хотим сказать, любое изменение, которое происходит в мире, проходит одинаковые стадии. Сначала это табу, сначала это кажется странно и непонятно, зачем сортировать, зачем носить с собой многоразовые вещи, ну, людям это просто даже непонятно, как обсуждать эту тему. После тренд начинает развиваться, и в какой-то момент он уже становится образцом. Вот, сортировать это оказывается классно, сортировать это оказывается здорово, вести экологичный образ жизни, это про здоровое отношение к себе, здоровое отношение к миру и, собственно, заботу о себе и о окружающей среде. И в какой-то момент, в какой-то момент это изменение становится мейнстримом. Это все делают, и все считают, что это нормально, и все считают, что все должны это делать. Реклама